дорогие друзья здравствуйте сегодня я вам расскажу о том что такое пересорт в коллекциях откуда он берется и что с этим делать но начну я свое видео с того что сортовые фиалки это результат человеческой работы да то есть они не растут сами по себе их кто-то создает автор художник каждый отдельный сорт имеет свое название то есть селекционер представляет сорт и дает этому сорту название есть селекция отечественная и есть зарубежная селекция отечественная селекция это россия украина и страны ближнего зарубежья там я не знаю казахстан еще наверное какие-то до страны ближнего зарубежья обычно отечественная селекция у нас каждому сорту идет приставка вот допустим красота л е ника ника это название сорта а первые две буковки это абвиатура селекционера автора сорта елена и лебецкая зарубежная селекция название сортов подписывается немножко по-другому вот красота сорт называется petit blarney то есть здесь в зарубежной селекции впереди абвиатура не ставится ее нужно добавлять вот в скобочках после названия сорта вот так правильно и за этим нужно следить вот у меня вот здесь подписано все правильно petit blarney и селекционер питман а вот здесь вот я уже поспешила название сорта я подписала а кто селекционер кто автор этого сорта я не подписала вот это уже не порядок вот нужно исправляться вот у меня фиалочка она у меня подписано как n нейтере n это абвиатура селекционера бердникова нейтере это название сорта здесь у меня фиалочка процвела не по сорту это может быть и не спорт а может быть и спорт поэтому по правильному здесь нужно подписывать n нейтере в скобочках нужно писать спорт а если сомневаетесь что спорт поставьте знак вопроса и ждите следующего цветения вот так должно быть правильно но мы же иногда спешим ленимся и в наших коллекциях появляются пересорты в данном случае у меня я вам свой пример даже покажу совсем недавно я записывала видео показывала вам обзор цветущих трейлеров вот эту красоту я вам представила как с в город аша она у меня это фиалочка и подписано также на самом же деле это не свой город аша это анрика яуза скорее всего смотрите анрика яуза у меня подписано вот эта фиалочка а здесь с в город аша хотя все наоборот вот это с в город аша а вот это анрика яуза зарубежная селекция до мыши русскоязычное население не все же знаем английский язык вот где-то чуть-чуть буковку неправильно подписали и все постепенно название сорта потихонечку да вот каждый коллекционер приобретает у вас тот или иной сорт переписывает за вами то что вы написали и себе в коллекцию переписывает не не перепроверяет и уже название сорта пишется неправильно говорится неправильно в общем то все нужно проверять нужно внимательно за этим всем следить пересорты бывают бывают и я от этого никуда не денешься потому что в больших коллекциях когда все на спеху нет нет что-то да перепутаешь нет нет да и нет времени перепроверить как цветет сорт ну то есть вот так вот есть такой момент это стыдно это этого не должно быть мы все должны стремиться к тому чтобы название каждого сорта подписывалась правильно и если это отечественная селекция не забывать впереди название сорта писать буковки вот то есть указывать селекционера вот так же в этом видео знаете что я хочу сказать вот совсем недавно мне прислали фото ванилл и trail и был такой вопрос что с цветами после жары какие-то цветы непонятные как-то не не так расцвела ванилла trail вот я вам сейчас покажу у меня есть сорт ванилла trail и есть сорт ds jasmine это два совершенно разных сорта но цветочки у этих сортов похоже ванилла trail это вот такие вот некрупные нежно-розовые розочки аудс жасмин здесь в принципе форма цветов похожие только цветы крупнее вот но ds jasmine в жаркое время года у меня часто чудит и цветет вот так вот несуразно вот эта закладка бутонов было в жару вот их по-хорошему эти все цветоносы нужно убрать и вот буквально сегодня я что-то так подумала я уже забыла кто мне писал сообщение с кем вот это вот беда была а вы вообще уверены что у вас ванила trail может быть у вас ds jasmine вот тоже вот так вот плохо цветет вот ds jasmine даже если почитать описание сорта на некоторых сайтах коллекционеры прям пишут что сорт похож с ванилой trail на самом деле он не похож там листья разные ds jasmine это более стёганый лист а ванила trail здесь более мягкие покладистые листья и у них только на первый взгляд может показаться что цветы похожи вот поэтому если у вас в коллекции ds jasmine и ванила trail и вы видите что ds jasmine ой ну ванила да то есть тут опять же путаюсь а что-то цветочки вас ставят под сомнение то ли жара то ли вредитель а может вы вообще сорт перепутали вот так же как я реку яузу подписала как и свой город аж на этом мои дорогие на сегодня и все как всегда желаю вам мира добра и благополучия